О работе таможни и налоговиков говорили сегодня и на заседании Кабмина. Фисхалов хвалили, но некоторым министрам премьер выписал последнее предупреждение. Пообещал, цитирует, довести их до тахикардии. Почему? Узнаем от Анны Каменевой. Безвиз для украинских товаров и услуг. Соглашение в ассоциации с ЕС это начало реформ, утверждает в правительстве. Но, похоже, выполнять обязательства министры не спешат. Мы много в чем-то отстаем от графика выполнения угод. И это отстание достаточно значимое. Наближение нашего законодательства на 100% полностью, в соответствии с графикой, в нижней из сфер не произошло. Работу министерств теперь каждый сможет контролировать. В Кабмине создадут открытую систему пульс-соглашения. Премьер сразу предупреждает подопечных. Если пульс угод будет показывать, что кто-то из вас не выполняет, и ваше министерство не выполняет задания, то на медичном термине я вас буду доводить до тахикардии. Это персональная ответственность министра. Кто не впорывается с европейской интеграцией и выполнением планом своей компетенции, тот слабак. А вот работой налоговиков и таможенников премьер доволен. Последние вообще план перевыполняют. И тут глава МВД неожиданно вспомнил о своем давнем оппоненте и мишени для метания стаканов Михаиле Саакашвили. По странному истечению обстоятельств, начальник ГФС, отвечая на вопрос, сразу выдал все данные по Одесской области. Похоже, готовился. У нас в Одесской области працював такий один политический аферист. Сколько вы зарабатывали? До, в момент правления нашего популиста Саакашвили и сейчас? На протяжении последних трех месяцев Одесская митница перевыполнил индикатив не меньше, чем на 170%. Вдвуче збільшилось надходжение. Якщо ранее, что они были там 50-60 миллионов щоденно, сегодня они збільшились на понад 100 миллионов. Повинны понести ответственность те люди, которые были причинены фактически до разкрадания тех сотен миллионов гривен, которые не надходили в бюджет. Я думаю, что такие вещи никуда не возникают, документы же не горят. Оказывается, документы горят. И в департаменте контрабанды Одесской митницы после некоторых заходов как раз произошла пожежа и часть документов как раз и сгорела. Информацию, про которую вы говорили, воно надано до Службы безопасности Украины. Но не налогами едиными. Мы вспомнили сегодня и о Букерзалезнице. 5 июня с главой правления Войцехом Болчуном заканчивается контракт. Решение, продлевать ли его, должен принять Кабмин. Однако в профильном министерстве уже заявили против этого. Особенно позиция министерства инфраструктуры не категорично против продолжения контракта с Болчуном. Есть достаточно много объективных причин. Вы сами видите массу расследований криминальных справ. Одни скрываются схемы, вместо того, чтобы их вживать в каких-то заходах по попереджению. А вот министр информполитики сам решил попрощаться с портфелем. Юрий Стэц подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Напомнив, в декабре 2014 года Стэц уже писал заявление. Но спустя два месяца его отозвал. А через год его снова назначили на должность. Анна Каменева, Богдан Собруцкий. Подробности телеканал Интер.